Бегом, марш! Участников слёта юных патриотов сегодня не узнать. На каждом противогаз. В такой экипировке весь взвод уверенно проходит испытание. А ведь могли растеряться, как ёжики в тумане. Впервые я такие чувства испытываю. Действительно, одевала в первый раз химзащиту. И когда холодный противогаз надеваешь на своё лицо, вначале щиплет, а потом приятно от этой эйфории, которую ты испытываешь, не передать словами. В учебной программе самые разные спецдисциплины. Ребята учатся разбирать и собирать автоматы. Преодолевают туристическую полосу препятствий и армейскую. Наблюдают, как с помощью дирижабля происходит высотное видеонаблюдение. Изучают криминалистику, пожарное, спасательное дело и многое другое. Вот так юные патриоты осваивают тактику войск Национальной гвардии. Задача – обнаружить самодельное взрывное устройство. Здесь тоже не обходится без спецэффектов. А это уже тактика-специальная подготовка. Всё происходящее только напоминает игру в снежки. На самом деле участники слёта отрабатывают боевые приёмы. С этими ребятами, как за каменной стеной, ничего не страшно. Неслучайно фестиваль называется «Равнение на победу». Когда занятия проводят профессионалы, понимаешь, на кого нужно равняться. В качестве преподавателей – боевые офицеры из подразделений Росгвардии, а также криминалисты, спасатели, сотрудники МЧС и не только. Слёт объединяет лучшие силы. Я из Монголии. Саня – моё русское имя. Я очень счастлив. Почему? Это интересно и весело. А это Максим. Мы теперь друзья. Друзья. Друзья? Друзья. Отражение нападения боевиков, засада, захват преступников – такое ребята видели только в кино. На международном слёте юных патриотов «Равнение на победу» проходят показательные выступления сотрудников подразделений Росгвардии. Отличительная особенность слёта этого года – участие авиаотряда. Мне больше всего понравилась высадка из вертолёта, так как я хочу посвятить свою будущую военную профессию именно вертолётному училищу в Сызране. А так всё остальное мне прям супер понравилось. Это первый мой слёт. Надеюсь, сюда ещё приеду. Всё, чему научились у профессионалов, ребята покажут на военно-прикладной эстафете. Сегодня заключительное испытание слёта, которое определит сильнейшие команды. Анастасия Петхова, Иван Худяков, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Сёмкин